Всем привет! 9 июня прошел подкаст разработчиков Тарков ТВ Лайв, который был посвящен в основном предстоящему обновлению с расширением локации Маяк, которое оказывается на самом деле не про это, но об этом далее, а также немного затронули режим арены. Но обо всем конечно по порядку, так как на подкасте было довольно много как технических, так и организационных проблем, которые с не лучшей стороны отразились на подкасте. В общем было довольно слабо, хотя были довольно интересные и неожиданные вещи. Итак, вайп будет вместе с выходом патча. Дату выхода самого обновления не назвали, как обычно по традиции уже перед обновлением начнутся предвайповые ивенты. По всей видимости патч следует ожидать в конце июня, так как даже на демонстрации собранного билда было очень много лагов и некоторых недоработок, так что еще оптимизировать и оптимизировать. Так вот, после выхода расширения локации Маяк, новая часть карты будет в свободном доступе для всех игроков, но только определенное время. Здание Маяка будет недоступно по причине заминирования подходов к нему. Торговца поначалу также не будет, его добавление произойдет вместе с одним из ивентов. А вот то, что показали, выглядит как-то скромно, как по мне слишком мало выходит расширение, но возможно будет что-то еще, о чем разработчики конечно умолчали. Но надеяться на лучшее не стоит, чтобы потом не расстраиваться. В обновлении будет много совершенно других вещей, таких как полностью перерисованная стартовая амуниция для фракций Юсек и Бир. Это стандарт. Слышь, у тебя что-то не то. У него штаны должны быть камуфляжные. Классно вообще. Мне нравится, у нас всегда все немножко через жопу. Вот через вот такую. Да. Дополнительно будут и новые комплекты одежды, как верха, так и низа. Будут новые бронежилеты и бронеразгрузки, которые можно будет купить у торговцев. Амуниция на новых боссов будет также новой и лутаемой. Будут добавлены новые квесты, крафты в убежище, а также множество предметов для крафта. И, конечно, много стримерских предметов. Появятся новые ячейки для специального снаряжения, в дополнение к существующей, где ранее был только компас. Теперь будет три слота, и в них можно будет размещать дальномеры, тот же компас, рации, и они будут не лутаемы. Из нового оружия показали автоматическую винтовку G36 в различных версиях с разной длиной ствола и комплектацией. И это, конечно, круто, достойное оружие, которое не пришлось слишком долго ждать. Тробовик Benelli M3, у которого можно переключать режимы стрельбы. Стреляй как полуавтомат, либо как помпа. Ну и в последнем режиме он стреляет довольно быстро. Обязательно все протестирую, сравню с конкурентами и сделаю обновленный рейтинг. Поэтому рекомендую подписаться на данный канал, дабы ничего не пропускать и оставаться всегда в курсе самого интересного. Ранее показывали только его часть. Ну вот, теперь целиком новый автомат Калашникова. Ну почти. Вернее, модификация на базе 47-го от Rifle Dynamics под названием RD-704. Соответственно, в калибре 7,62х39 мм. И, как по мне, кажется, это похоже новый достойный конкурент мутанту. Гранатомет М32. Можно будет лутать только с босса Биг Пайп. Других способов раздобыть его не будет. Добывать будет достаточно сложно. Чувствую, попахивает им бой, благодаря его такой скорострельности, который просто сдует любого. Новая британская снайперская винтовка с продольно скользящим затвором Accuracy AX-MC в калибре 338 Лапуа Магнум. Вот что действительно не ждали. Хотя разработчики и намекали на скорое появление новой снайперской винтовки. Вместе с ее добавлением появится глушитель, который подойдет и, конечно, к МК-18 Мьёльнир. А также тут видим совершенно новый оптический прицел. Добавлены звуки удара оружия, а поверхность при его падении. Да и, в общем, многие звуки были переработаны. Одна зарядная винтовка АМП-18 в калибре 7,62х54. Вот и дождались, наконец, новое оружие в этом калибре. Но тут, так сказать, получилась воздушка на астероидах, так как перезарядка занимает непростительно много времени и, по всей видимости, оружие для диких. Из непоказанного засветился еще АК-545, причем с разными длинами стволов. Но про него что-то ничего не нашел в интернете. Есть только А545, который ждут, ну, очень многие. Это автомат со сбалансированной автоматикой. А вот про АК-545 что-то ничего не известно. При этом довольно сильно похож на АК-12. Возможно, его какие-то ранние прототипы. И, естественно, будет много новых обвесов, как на новое, так уже существующее оружие. Со слов разработчиков, в данном обновлении будет много оружия. И то, что они показали, естественно, не все. Остальное придется находить самим. Надеюсь, не разочарует и есть еще на что посмотреть. Также показали одноразовую ракетницу и сигнальный пистолет, при помощи которой можно будет вызвать аэрдроп, при использовании красного сигнального патрона. Будет еще и светительный патрон, а также еще и в зеленом и голубом цвете, который будет использоваться для выполнения квестов в будущем. Аэрдропы теперь будут четырех видов. Так сказать, стандартный и специализированный, оружейный, медицинский и другие. Три новых босса будут перемещаться по всей локации маяка, и их можно будет найти только в определенное время на определенных местах. Помимо истов встретить можно будет и на других локациях, соответственно, в свое определенное время. Но это еще, конечно, под вопросом. Возможно, ошибка при переводе, так что придется их искать и проверять. Будет добавлено по две новые озвучки для Бир и Юсек. Что интересно, одна из озвучек для Бира будет на ломаном английском. Добавлены новые технологии FSR от AMD, аналог DLSS от Nvidia, для повышения среднего показателя FPS за счет работы алгоритмов искусственного интеллекта. Также будут добавлены ежедневные задания для Diki, которые можно будет брать у скупщика. Показали полностью переработанные PNV, в которых теперь видно инфракрасные фонари и LCU, и выглядит это действительно круто и красиво. Многие анимации были полностью переработаны, а также добавлено множество новых, особенно те, которые относятся к передвижению, что учетливо видно, как при разном по габаритам оружия меняется анимация передвижения персонажа. Полностью меняется вид от первого лица от того, как передвигается персонаж с оружием, как его перезаряжают и производят другие действия. После выхода патча детально обязательно все разберем. Из интересного в игре будет кооперативный оффлайн режим, и в нем можно будет собирать до 12 игроков. Все матчи будут проходить на отдельных серверах, и вот поэтому данный режим будет доступен только для обладателей максимального издания игры. Также в данном режиме будут и другие фишки, в том числе и тестовые. Какие именно, не уточнили. Возможно, свободная камера, либо что-нибудь подобное. Но и без этого уже неплохо, можно спокойно так проводить различные тесты и записывать видео. Какой-либо прогрессии тут не будет. Ну а теперь, коротко, что касается самой арены, так сказать, одной строкой. Закрыли тест осенью, в котором примут участие тестеры с ЕТС. И то не все, а только наиболее активные. Арена выйдет до основного релиза игры, поэтому ее можно будет купить как отдельно, так и в составе максимального пака игры, который будет продаваться вплоть до самого релиза игры. Цену арены скоро озвучат, но ценник будет небольшой. Арена будет отдельной игрой, но при наличии основного клиента игры, между ними можно будет быстро переключаться. На релизе будет доступно 5-6 небольших карт и 1-2 размером побольше. В дальнейшем карты также будет добавляться возможное появление отдельных частей локаций из основной игры. Будут локации не только в помещениях, но и открытые. Сперва будет режим тока с двумя противоборствующими командами. Также будет режим наблюдателя. Можно будет создавать кастомные матчи. Их настройка пока прорабатывается. Все игровые механики будут аналогичны, как и в полноценной игре. Тикрейтность сервера будет в районе 100, возможно чуть выше. Будут задания, выполнение которых необходимо будет для разблокирования нового снаряжения. Ночные режимы карт на арене также запланированы. Необходимые задачи для выхода с арены будут озвучены комментаторам во время матча. Если все будут сеять по углам, то на арену будет выпущена группа зачистки. Защищенного контейнера на арене не будет. На некоторых локациях будут точки с ценным лутом. Также будут точки повышенного интереса с хорошим оружием и патронами к нему. Офлайн режима арены не будет. Возможно в будущем появление данного режима отдельно в Steam. В игре будут пресеты со снаряжением и оружием, которых будет большое количество. И их необходимо будет разблокировать. У кого будет основная игра, смогут играть со своим снаряжением и оружием. Будут режимы и против ботов. Как бы вот и все, что было из интересного на подкасте. Как вам данные новшества и пишите о наиболее ожидаемых и интересных комментариях. А на сегодня всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok